Знаменитые чистюли Фёдора Михайловича Достоевского невероятно коробила вся конечистоплотность, особенно в одежде. Если он видел мятый фраг на приятеля, то непременно устраивал ему разнос. А уж если замечал пятно на галстуке или костюме, то всё, прощай, дружба. Странно, что при этом педантизме Достоевский начинал всерьёз трудиться над произведением лишь тогда, когда поджимали сроки контракта. До этого он просто валял дурака. К числу аккуратистов следует отнести и Антона Павловича Чехова. Писатель Иван Бунин, который отличался резким и неучтивым характером, и который крайне редко хвалился братьев по перу, опрятность Чехова описал так. В комнате его была удивительная чистота. Спальня была похожа на девичью. Как не слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде. Никогда не видал его в халате. Всегда он был одет аккуратно и чисто. Однажды Лев Толстой пригласил Чехова к себе в гости. Перед тем, как выйти из дома, Антон Павлович целый час выбирал себе одежду, выходя из спальни то в одних, то в других штанах. Одни ему казались неприлично узкими, а другие излишне широкими. Вот таким вот педантом был великий писатель Чехов. КОНЕЦ